Ветер у Ветрозях хваля под килем. Юные яхтсмены вышли у экваторию Гомеля, как вызначить лепших. Областный центр принял большинство краины по парусным спорте. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова назирала за ходом рыхаты. У споборництвах удельничали четыре команды. А кроме Гомельчан, с подарого турнира в областный центр приехали сборные Гродзенской и Минской областей, а так само города Минска. Больше 30 удельников споборничали не только один за одним, а и с водой и ветром. По выникам споборництва у Марии Гроднянская стала третьей в классе оптимист. Александра Рудзенкова в классе лазер 4,7. Завоевала золото, а экипажу Владу Целковой и Виктории Заяц досталась бронза. У нас есть определенные достижения в некоторых личных. Мы обычно занимаем третье место, потому что тоже сильная очень команда из других городов. В споборнице по парусным спорте проводится находка. Кто худше, пройдет дистанцию. Старт у одной группы дается усім одночасово. При этом парусники стартуют не с места, а могут маневровать. Однако до початку руху они должны не пересекать линию между двумя буями. После сигналу старт открыт. Яхты могут рухаться по установленной дистанции до финишу. Мы не скучаем никогда на базе. Сегодня выходим на воду, тренируемся, стремимся победить. Стараюсь слушать тренера. Правильно все делаю. Стараюсь идти первым. Ну, не всегда получается. Вете изменчивые. Может, задуться с другой стороны. Зусей в области парусный спорт развивается только у Гомели. Гэтым займается спортивная детячая юнацкая школа Олимпийского резерву «Омега». Зараз тут коля 150 навученцев. Головная проблема – коли дети вырастают, сходят с парусного спорта. Как означают тренеры, гэтая секция – божь для здоровья и баулень невольного часу. Тут у выхованцев есть все шансы научиться ходить под ветрази. А у летний период разом с тренерами яны ходят у водные походы на своих лодках. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель».